Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, медленно. Что-нибудь видно? Нет, у него гримасы на лице и руки так вверху как-то подняты, как когти, а он хочет сарапать кого-то. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Михаев в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Михаев поднимайся в комнаты диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Михаев. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он в такой позе как будто обороняется. Он не понимает, где он. Михаев, вы меня видите? Вижу, кто ты. Я ангел, который пришел, которого вы просили о помощи, который должен вам помочь. Как я буду знать, что это ты? Меня много обманывают. Михаев, я не знаю, как ты будешь знать, что это я. Потому что мы действительно те, за кого мы себя выдаем. Но те, кто в тебе находятся, мы можем вытащить и наказать. Ты хочешь этого? Они сильные. Михаев, я смогу. Мне надо твое разрешение. Я не имею права без твоего разрешения действовать. Я пришел тебе помочь. Ты даешь свое согласие? Подожди, я ему дам энергия. Сейчас у него душа плакать начинает. Он чувствует связь. Он дает согласие. Отлично. Скэнер, просканируй сейчас полноту души Михаев на настоящий момент. 67 процентов. Я не понял, сколько? 67. 67 процентов. Ну, это понятно, с кем мы уже имеем дело. Отлично. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Михаев под ногами 360 градусов вокруг него. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Михаев. Находит все. У него ящер, гуманоид. Вот о чем я и говорил. М-куб и демон. Какой демон? 24. Демон, 24. Какая встреча. Итак, сколько ты находишься, демон, в этом биополе? И на ком основании? Я не уходил. У тебя контракт с ним? Да. С той жизни, в этой жизни, когда был заключен? Сейчас посмотрим. В 1807 году. И что ты? Сколько воплощений ты уже с ним ходишь? Да недолго. В прошлом воплощении контракт заключил, но улизнул от меня. И тут его нашел. Условился пораньше. Какие условия контракта? Душа. В обмен на? В 1807 золото хотел. Золото дал. Души не получил. Понятно. Согласно условиям контракта, ты имеешь право в этой жизни к нему прийти. Хорошо. Идем дальше. Напоминаю о себе периодически. Хорошо. То, что это болезнь у него сейчас, которая есть, она связана с тобой как-то или это другие ответственные за нее? Разрываем душу на части. А какое отношение? Я в свою сторону тяну, он в свою. Хорошо. Как ящер с гуманоидом участвует? Каким боком к твоему контракту? У вас есть какой-то договор с ним? Между собой? Нет. То есть они сами... Вот и я говорю, что они здесь не должны быть. 100% мне принадлежит. Хорошо. Ты мне скажи, они участвовали как-то в том, что у человека развивалась шизофрения? Я не знаю, что там с биороботом происходит. Но когда душа выстошается, под ногами теряется, почему человек не контролирует себя? Так и есть. Значит, недостающие 33% души находятся у этих двоих паразитов. Правильно я понимаю? Сейчас в моем контракте. Подожди, значит, сколько ты находишься в этом биополе? Объясни мне еще раз. Я же говорю, я не уходил. Я не уходил. Вот это моменты, когда он начинает кричать. Это твоя работа или это воздействие ящера с гудоной? Напоминание. Тогда почва и выходит из-под ног. Не знает он, что делать. В этот момент отчепляется часть души по контракту. То есть каждый этот взрыв эмоциональный, ты получаешь частичку души, которая переходит... Он теряет душу. Поэтому и состояние агрессии и паники. Все понятно. Идем дальше. Инкуб. Сколько ты находишься в этом биополе? Дет лет. Ты с демоном пришел? Он тебя позвал или ты сам пришел? Он меня позвал. Идем дальше. Откуда у нас гуманоид? Нибир. Сколько ты находишься в этом биополе? На каком основании? Двенадцать лет нахожусь. Контракт у тебя есть на нахождение в этом биополе? Есть. И у тебя есть контракт. И как ты его заключил? Объясни ко мне. Гуманоид. Он показывает. Он его видит. Он может видеть гуманоида? И ему смешно. Двенадцать лет назад мог. Кому смешно? Михаил? Да. А что ему смешно? Что он видит гуманоида. Он тянет к ним руки. Я понимаю, что он тянет руки. Но я не понимаю этой реакции. Что может быть от этого смешно. Ну, в принципе. Это такое дело. Итак, ящер у нас еще... Он в измененном состоянии. Михаил? Да. Хорошо. И ящер. В наркотическом. В наркотическом состоянии. Значит, у нас наркотики. Кто на наркотиках заключил контракт? Ты гуманоид? Да. Какие наркотики ты ему давал? Я не даю наркотики. А как ты побуждал его принимать эти наркотики? Ты задаешь неправильные вопросы. Все наркотики существуют. И вы делаете сами свой выбор. Мы лишь ждем, когда черта будет пройдена. То есть ты хочешь сказать, ты никаким образом не помогал ему? Нет. Хорошо. Это мы все узнаем и проверим сегодня. И ящер. Какой у нас ящер, Вера? 348. Хорошо, ящер. Ты на каком основании здесь находишься? У тебя есть контракт? Нет, у него с гуманоидом есть договор. То, что у тебя с гуманоидом... Гуманоиду как таковому не нужна душа и биомасса. А я с удовольствием покупаю. Понятно. Приобретаю. Тем не менее, у тебя контракта нет. Ты находишься незаконно в этом биополе. И незаконно отщеплял... У меня есть контракт. Я ничего не отщеплял. Все передавал мне гуманоид. У тебя есть контракт или у гуманоида есть контракт? У меня контракт с гуманоидом. Твой контракт с гуманоидом меня не интересует. Меня интересует, кто с душой заключал контракт. И это был гуманоид, а не ты. Именно так. Я ничего не отщеплял. Я приобретал готовый материал. Это тебе так кажется. Это тебе так кажется. Где находятся копии сейчас? Где находятся биоматериалы и частички души? У меня. И они принадлежат мне по праву. Нет, они тебе не принадлежат по праву, потому что ты их украл без согласия тому, кому эта душа принадлежит. У тебя нет никакого прямого контракта с этой душой Михая. Ты вообще здесь не должен был находиться. А так как ты здесь находишься и еще и душу его забирал, то есть ты ворованное покупал, соответственно, ты нарушил все законы. Ты ошибаешься. Он отдал сам по контракту с гуманоидом. И я же выкупил полный набор. Хорошо. Сейчас бесполезно с ним разговаривать на эту тему. Я тебе покажу в процессе сегодняшней работы, как все эти контракты будут аннулированы. Как эта душа вернется назад. И все, что ты купил, вернется назад. Ты это сегодня будешь свидетелем этого. Даю команду тонкой копии Михая спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Михаил хватает энергии или дать ему энергии? Он молится. По каналам идет отторжение? Он говорит какую-то молитву. Это расслабляет его. Он остается целый. Все, что у него осталось, оно остается целостное. Да, идет энергия. Все, назад, Михаил. Не беспокойтесь. Все уберем. Он просто боится, что с этими потоками уйдет часть его. Поэтому молитва, которую он повторяет, она держит как в таком в овале целом. Пусть сделает, как он считает нужным. Мы вернем ему эти 33%. Он будет целым. Он плачет. Не беспокойтесь. Вы уже здесь, Михаил. Соберитесь. Потому что не верит, что это возможно. Михаил. Если вы не верите, вы нам связываете руки уже. Нам связываете. Он знает, что он заключил контракт, поэтому не верит. Вы хотите... Он... Ну как, сам заключил, он это понимает. Михаил. Все делают ошибку. Пока вы живы, вы можете это расторгнуть. Вы готовы расторгнуть сегодня контракты со всеми сущностями, которые вы заключили специально или не специально? Прямой вопрос. Вы хотите этого? Процентов готов, если это возможно. Ты пропадаешь. Что ты сказала? Процентов готов, если это возможно. Михаил, это возможно. Вы уже здесь. Мы уже этим занимаемся. Сконцентрируйтесь, пожалуйста, на том, что я говорю. И помогайте мне. Отторжение энергии. Отторгайте все чужеродное до 100%. Все, что они вам дали. Все назад. Мы рядом. Ничего с вами не случится. У него, знаешь, со слезами, как эмоции выплескиваются. И вот в эти каналы расходятся. Хорошо. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Михаил забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Но он опять напрягается, как струна, кулаки сжимает и как бормочет что-то про себя. Молитву? Повторяет. Не знаю, что он повторяет. Это что-то помогает ему остаться в целом. Хорошо. Не на его чувствах играет. Играли. Играли. И по этим каналам забираем энергии. Все, что они у него украли, возвращается назад. Все, что вернется на этом этапе. Готово. Отлично. Скеннер, сколько сейчас у него процентов души? 67. Так и осталось, без изменений. Хорошо. Я думаю, сейчас нет смысла ничего убирать, пока мы не сделаем аннулирование контрактов и договоров. После этого мы начнем все убирать, потому что у нас будут там проблемы. Итак, Михаил, мы переходим к самому интересному. Вы выразили свое желание аннулировать все контракты и договора. Вы это подтверждаете? Подтверждаю. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Михаил взял ответственность за свою жизнь в свои руки и выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него контракт, который с тема нам вышел, он картинкой вышел. Это был пиратский корабль, он действительно был наполнен, такие как бочонки с золотом. Он получил их, он был очень доволен, но корабль утонул. Утонул. Да, я его видел сейчас. Этот контракт вышел один и второй. Он такой, какой-то неопределенной формы, как иллюзорный какой-то, меняется без конца. То есть это измененное состояние, какие-то звезды, гуманоид, иллюзия какая-то. Понятно. Хорошо. Михаил, повторяйте за мной. Внутрия властью мы поряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Опиши, Вера. Ну, из контракта с демоном возвращается. Ну, я так понимаю, это свет души, оно такое белым каким-то цветом, светящимся внутри. Она идет в сердечную чакру. Этот свет, он как живой, то есть он как ищет соединения внутри гармонизации. Находит его место? Находит, да, но здесь все понятно, он был заключен осознательно, а вот другой, он как выйти не может из этого контракта. Он ищет и не находит выход из иллюзии. Его как разрезать не хочется. Влад, разрежь этот контракт и все энергии пошли, все энергии родные пошли по праву назад. Да, будет так, а так и есть. Разрезал лазером, к нотарию сделал на этом контракте и выскочил, я бы сказала, оттуда. Отлично. Такой же свет, он как напуган там находился. Это все закончилось, Михай, выдавливаете все, забираете все свое по праву, это ваше. Контракты аннулированы. К нему возвращается биоматериал этого иллюзорного контракта. Вот. Значит, иллюзия была в спокойствии, уверенности и какого-то комфортной зоны, что ли. И вот этот биоматериал, он как в голову возвращается. То есть возвращается в спокойствие, уверенность, настоящие, не иллюзорные. И понимание, кто ты есть на самом деле. Хорошо. Ну, как сила возвращается внутренне. Готово? Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро, производим сброс аннулированных контрактов и договоров. Вместе с фантомами все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Аннулировано. Возвращаемся к нашей работе. Итак, демон, контракт аннулирован. Гуманоид, контракт аннулирован. Сейчас вы начинаете вытаскивать все, что вы оставили в его биополе. Начинаем с демона. Демон, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. Такое бывало неоднократно. Приступай. Ну, у него какие-то веревки есть на руках, на ногах, и еще ноги у него одеты, как мешок выше колена, который демон снимает. Хорошо, демон, скажи мне, ты там находишься. Где находятся лярвы в его биополе? То, что они есть, я уверен. Есть горло, есть пах, и в ногах есть. Ты хочешь эти лярвы забрать? Хочу. Давай тогда дождемся, что ты все снимешь. Скажи мне, что ты закончил, я дам тебе отдельную команду. Он все снял. Разрешайте забрать все эти лярвы, ничего не забывай. Ты кооперируешь, у меня нет с тобой никаких проблем. Тебя интересует еще эмоциональный фантом? Михаил? Интересует. Я тебе его тоже потом отдам. Он все снял. Отлично, идем дальше. Инкуб, твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью, снимай все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся назад, приступай. Инкуб не очень хочет, ему комфортно там. В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. Один, два, три. Повтори, что я сказал только что. Он говорит, что он все снимает. Убирая шар, входит в меня. Он разговаривает с Михаилом. Он говорит, что я бы остался. Не он, а она. Говорит, что я бы осталась. Но он мне мешает на тебя показывать. Так это Инкуб или Сукуб, Вера? Это Сукуб. Сукуб. Почему-то у меня Инкуб написано. Хорошо. Я удивился. Сукуб. Да, Сукуб, я тебе мешаю и буду тебе мешать. Потому что есть законы мироздания. И есть свободная воля. Он выбрал жизнь без тебя. Да. Идем дальше. Скэнер, просканируй. На частоте гуманоида что-то осталось в биополе Михая. Если что-то есть, отключай полностью, выводи. И все, что выйдет, зависает перед ним. Да, будет так, а так есть? Да, у него на голове обруч с подключками. Хорошо. Скэнер, отключай этот обруч с подключками. Выводи его полностью из биополе. И как выйдет, отправляется обруч в клетку-тюрьму. Пошел процесс. А через этот обруч ему сигналы передавались к голову. Хорошо. Пока он снимает. Ждем. Готово. Скэнер, просканируй. На частоте ящера что-нибудь еще осталось? Если есть, выводи, отключай полностью. У него не осталось ничего, но вот часть, которая до души вернулась из контракта, она вернулась как раз из копии, созданной ящером и биоматериал. И вот у него осталось какой-то как привкус ящера вдоль. То есть того места, где он был и общения с ящером. Включай внутренний белый свет, Миха, этим светом выдавливает этот привкус, все эти энергии выходят, формируется в шар. Все на частоте ящера выходит, формируется в шар перед Михаем. Какое-то неприятное чувство заточения и рабства. Оно в шар вышло сейчас. Отлично. Открываю воронку в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Михая с ящером, гуманоидом, суккубом, демоном и этим обручем. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Пока идет рассинхронизация, скэнер просканируй. Сейчас полноту души Михая на настоящий момент. 100%. 33% души вернули. Отлично. Михай, как вы себя чувствуете сейчас, пока идет этот процесс? Вы уже не волнуетесь? У вас уже нет сомнений? Я уверена. Скажите, Михай, вы хотите эту боль в 12 лет, которую вы получали от гуманоида, вернуть ему назад? Есть ли у вас такое желание? Я бы хотела от этой иллюзии отделаться раз и навсегда. Вы уже отделались от этой иллюзии. Мы вернулись 100% души. Эта иллюзия находится в клетке терме перед вами. Все подключки вытащены. У вас нет никаких контрактов. Поэтому я и спрашиваю. Вы хотите вернуть эти все ощущения, которые вы пережили последние 12 лет гуманоиду? Хочу. Хорошо. Да, будет так. И ящеру тоже, да, я полагаю? Я хочу, чтобы с меня ушло все это. Это у меня мало. Мне надо именно на откат узнать. Вы готовы ящеру тоже дать откат вместе с гуманоидом? Готов. Отлично. Хорошо. Ждем. Рассинхронизацию. Закончилось. Включая внутренний белосвет меха. Этим светом выдалит все негативное патогенное низкоаберационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел. Энергия выходит. Остаточной энергии. На частотах интерферентовых подключек выходит. Формируется перед ним шар. Пошел процесс. Ну, у него в тонком теле медикаменты. Его пичкают медикаментами. И они как облако такое внутри. Включая внутренний белосвет меха, эти медикаменты, все это облако выходит до последней частички и формируется перед ним. Да, будет так, а так и есть. Ему они больше не нужны. Он говорит очередная иллюзия. Медикаменты так и есть. Они больше вредят. Отлично. Как он выглядит? Он как облако выглядит. Открываю воронку в галактическое дро под этим облаком, и оно уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Вам оно не нужно. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом Михая. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоаберационную эмоциональную энергию. Эмоциональная им же сгенерированная. Проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. На него фантом вышел. Много всего, но больше всего резонирует это шок и испуг. И сколько того, что у него от души отщепляют. Отщепляли. Это в прошедшем времени уже. Ваша душа уже на месте. Хорошо. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Готов. Хорошо. Сворачивай энергии в шар. Демон забираешь? Давай. Отправляю демону. Готовно. Хорошо, демон. У меня больше к тебе вопросов нет. Контракт аннулирован. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. И демон забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Инкуб, я буду проверять это биополе. Если я тебя второй раз встречу, ты уже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Суккуб. Ему понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Возвращаемся к нашему разговору, Михай, о откате. Выстраивается от Михая два канала к гуманоиду и ящеру. И я даю команду, на счет три Михая сделает откат всех негативных энергий, всех ощущений за последние 12 лет, которые он получил от гуманоида и ящера. Кроме того, одеваю к гуманоиду на голову этот обруч, перепрограммирую его точно на такое же действие и включаю на полную мощность. Да, будет так, а так и есть. Пошел откат до 100%. Заканчивается автоматически. Пока вся боль не вернется, откат не заканчивается. Да, будет так, а так и есть. У него этот обруч трясется на голове. Что ж такое? Интересно. Даже не знаю. А еще этот сукуб, когда уходил, он показал, что вот как мы его достали, у него такое, как когтями, что он делал, руки подняты. Это сукуба. А, это его фишка была, да? Да. Хорошо, понятно. Раньше бы сказал, я бы ему поцарапал немножечко. Откат закончился. Отлично. Как они себя чувствуют? Все здоровы? Все довольны? Значит, я через него как распылылось что-то. Мокрое. А второй? Серое какое-то, болотного цвета каким-то. А второй, он в иллюзию ушел, он не понимает, где он. Все, гуманоид. А сейчас мы будем заключать с тобой контракт. Готов? Он готов. А я не буду с тобой никаких контрактов заключать. Я тебя отдам в другую инстанцию. Снимая с него этот обруч, переходит в соседнюю клетку. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, тебе объясняет или ты видела все? Не видела, но вижу. Ящер, 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 ящер 12 лет, да, человек шизофренией болел от этого. Контракт заключили обманным способом 12 лет. Мы забрали 33% души, который, правда, еще и демон часть забрал, но и остаток, большая часть была, пришла от гуманоида из контракта. Ящер, покупатель, он покупал душу у, то, что отщеплял гуманоид. Ощерб причине или серьезный? Надеюсь, и наказание они получат серьезное. Гуманоид сейчас в иллюзиях, потому что он откат получил. Ящер немного расплылся тоже по этой причине. Мы отдали ровно столько, сколько они дали ему по желанию клиента. Но и в чем-то они правы. Сила воли должна быть выше предлагаемых иллюзий. На ошибках учится ли? Забираем всех и обручтожим. Благодарю тебя. Готова. Клетка пустая, Вера? Да. Ну, Михай, уже страха нет, все хорошо? Могу поверить. Они ушли в межгалактическую полицию, поверьте, они не скоро вернутся. Если они вернутся. Идем дальше. В ногах еще силы нет, но сверху уже себя чувствую. Мы заполним вас энергиями, все будет хорошо. Дождитесь окончания. Поехали по частотам. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. У него есть подселенцы. Выходит подселенец, идет в клетку-тюрьму. Кто такой? Наверное, подсущих какая-то нет. Это два какого-либо таких двойверцовых. Откуда взялись сущие? Не думаю, что они общаются. Они не передвигаются там, где он находится. Они находятся в этой больнице, где он находится. Если у них 2 Гц, ты можешь представить, какая у него была вибрация, что они смогли войти. Открывая воронку в галактическое дро под ними, сущие уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Все, хватит. Ты знаешь, медикаменты, которые, они как имеют свои вибрации, там переполнено это заведение этими запахами, вот этими отделениями. Они смешиваются между собой. Ты представляешь, какие там психиатрические больницы, какие могут быть энергии, какие сущности там гуляют. Это их территория. Хорошо. Оттуда ему надо скорее уходить и не принимать больше никогда этой гадости, которую они в него пичкают. Все, мы его забрали. Поехали дальше. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Душа рада, душа живая. Готово. Хорошо, Михаил. Мы закончили вашу чистку, аннулирование контрактов. Вы заправились энергией и вернули вам 33% души. Как вы себя чувствуете сейчас? Ну, во-первых, душа живая. Я целый, и я это чувствую. А во-вторых, я как будто стою в самом начале жизни. Лучше стоять в самом начале жизни. Только всего нужно научиться и осознать. Безусловно. Теперь у вас есть и возможность это сделать. Я хочу спросить, хочет ли куратор Михаил добавить пару слов от себя, если у него есть желание, он может выйти на связь? Нет, не хочет, потому что у него очень много информации, которую нужно переработать, загружать его, больше ему не нужно. Отлично. Все тоже верно. Хорошо, благодарю куратора на этом месте. Хорошо, Михаил. Никогда больше не заключайте никаких контрактов. Не во сне. А мастер, страшно потерять душу. Это так беспокойно. Ты не можешь найти себе место. Ты всегда ищешь ее внутри себя, а там пустота. Так и есть. Я всем советую. Берегите душу. Благодарим тебя за этот совет. Хорошо. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Михаил в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Отключаемся от объекта.